Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня на обзоре новинка в мире защищенных смартфонов Защищенный смартфон от компании Blackview Модель BV8100 Продается он вот в такой красивой черно-оранжевой коробочке Если что, ссылочку на продавца в описании под видео оставлю Сможете перейти, посмотреть стоимость, почитать отзывы, ну и при желании заказать На лицевой стороне изображен сам смартфончик Красуется здесь надпись 256 ГБ, это встроенная память И оперативная 8 ГБ, расширяемая за счет встроенной до 24 ГБ И также имеется большая надпись NFC, то есть смартфон поддерживает NFC На обратной стороне вкратце характеристики Экран диагональю 6,5 дюймов, разрешением 1800 на 2400 пикселей Фронтальная камера 32 Мп Основная камера 50 Мп с сенсором от Samsung И заявлена здесь даже оптическая стабилизация Ну, обязательно, конечно, это же проверим И вторая камера 13 Мп ультраширокоугольная, она же макро Оперативная память, постоянная память я уже сказал Процессор здесь, я думаю, всем известный Helio G99, восьмиядерный, 6-нанометровый Его в последнее время ставят практически во все бронесмартфоны Батарея здесь 8800 мАч и поддерживается NFC Давайте открывать, смотреть комплектацию В коробочке нас сразу встречает сам смартфончик Отложим его пока в сторону Кабель питания USB Type-C на Type-C Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки Black-U на 45 Вт максимум Такой блок питания, этот смартфон от 0 до 100% Зарядит примерно за 2 часа Инструкция на различных языках В том числе на понятном русском языке Вот здесь даже про сертификацию говорят Данное дело и испытание на водоустойчивость Глубина воды не более полтора метра И мобильный телефон погружен в воду на время не более чем 30 минут Это обязательно проверим Поснимаю видео обязательно под водой Вот такая интересная, я бы сказал, скрепочка Но это больше похоже на медиатор Используется он для извлечения лотка под сим-карты Под флеш-карту Ну и в принципе в комплекте больше ничего нет Снимем транспортировочную пленочку Ух ты, какой интересный дизайн Здесь в виде X Кстати, у меня версия черного цвета Есть версия еще зеленого цвета Вот здесь будут зеленые вставочки И по-моему красного цвета Пленочку транспортировочную с экрана тоже уберем Защитная пленочка чуть не отклеилась Так, все Пузырек убрали воздушный Смартфон, я бы сказал, не сильно тяжелый Вес его 360 грамм В руке лежит удобно Бывают кирпичи и потолще, и потяжелее По 500, по 600 грамм Корпус изготовлен из удара прочного Черного матового пластика По бокам имеются вот такие металлические вставочки На винтиках Здесь кнопка включения-выключения смартфона Со встроенным отпечатком пальца Кнопка, качелечка, точнее регулировки громкости Кнопочки нажимаются приятно Вот эта кнопочка немного люфтит Здесь с левой стороны настраиваемая функциональная кнопочка Выражена вот такой перворацией и оранжевым цветом Лоток под сим-карты В принципе его можно и ногтем вот так попробовать извлечь Да, вот так извлекается Можно установить либо две сим-карты Либо сим-карту и флеш-карту объемом до 1 терабайта Резиновая вставочка, конечно же, имеется Защита от проникновения воды Снизу один динамик Звук здесь моно, стерео нет, микрофон И под крышкой разъем Type-C для зарядки самого смартфона Разъем также герметичный Имеется петелька, чтобы шнурок какой-либо для переноски смартфона прицепить Блок камер вот такой вот интересный, круглый Здесь по бокам рифления И так и хочется вот это вот все покрутить Два блока камер Третий это, по-моему, датчик приближения Двойная вспышка Экран здесь защищенный Корни Gorilla Glass 5-го поколения И также по бокам рамка над экраном выступает Так, постараюсь показать Вот, упирается То есть, если смартфон таким образом класть Экран поцарапаться не должен Немного выступает Здесь также, смотрите, имеется небольшой выступ Где петелька И получается, если смартфон вот таким образом кладем То он за счет выступающего блока камер не болтается Лежит ровно Блок камер Я бы сказал, совсем чуть-чуть защищен Здесь рамка прям еле-еле выступает Да, вот чуть-чуть прям зацепляется И сверху, что интересно, имеется вот такой вот мощный двойной светодиодный фонарик О, смартфон включился Все брони-смартфоны практически чем-то славятся Какие-то смартфоны идут с большой колонкой Я вам о таком рассказывал То есть, с большим динамиком громким Есть смартфоны с тепловизором Смартфоны с двойным экраном здесь, с экранчиком У этого смартфона главная фишка, я так понимаю Вот такой вот мощный фонарик Его тоже обязательно в темноте я протестирую Ну что ж, друзья, как обычно, смартфончик я парочку дней потестировал Так сказать, по полной его испытал И фото поснимал, и видео, и подводную А видеосъемку делал Фонарик также в темноте испытал И сейчас вам все постараюсь подробно рассказать и показать Для начала давайте посмотрим, что нам пишет продавец об этом смартфоне Смотрите, есть три цвета Вот такой вот черный, как у меня С оранжевыми вставочками и с зелененькими вставочками Цена на данный момент по распродаже 19 727 рублей Посмотрим описание Процессор, как я и говорил, Helio G99 6-нанометровый, Android 14 Экран 6,5 дюйма в 2.4K Full HD+, IPS И 120 Гц Не помню, говорил вам или нет ОЗУ 8 ГБ расширяемый до 24 Постоянная память 256 Флешку на 1 ТБ можно установить Основной модуль камеры Камера 50-мегапиксельный Самсунг Камера действительно неплохая Примеры увидите И 13-мегапиксельный сверхширокоугольник на 120 градусов Плюс ультра-макро, то есть в этой же камере Фронтальная камера на 32,8, 800 мАч С быстрой зарядкой аккумулятор Двойная сим-карта GPS, GLONASS, Beidou, Galileo OTG, FM, NFC, Google Play, фонарик Ну и вот здесь давайте немного картиночки посмотрим Здесь очень подробно, красиво все расписано Запись видео в 2К с режимом красота Основная камера на 50 мегапикселей Со стабилизацией, и она действительно работает Супер яркий двойной дальнобойный фонарик Фонарик действительно яркий, я был удивлен 170 алюмин, до 18 метров расстояние освещает Работает до 35,5 часов И энергопотребление снижено на 30% Так, соответствует стандарту MIL-STD-810H Это военный стандарт IP68-IP69K То есть не боится ударов, падения с небольшой высоты Пыли, влаги, давления воды не боится То есть защита от воды под давлением И можно даже подводную видеосъемку делать На глубине до 1,5 метров и по времени не более 30 минут Работает в экстремальных условиях Улучшенный режим в перчатках Можно сенсором в перчатках управлять Настраиваемая боковая клавиша Инструменты Вот здесь даже подробно по настройкам все расписано В принципе, вы, конечно, можете по ссылочке перейти Все это сами посмотреть, почитать Но в описании здесь очень-очень большой Вот экран 120 Гц Корпусный динамик Вот настолько хватает аккумулятора Заявлено в играх, в видео, в веб Есть обратная зарядка 5-ваттная непроизойденная производительность Интеллектуальное динамическое управление процессором Звонки при передаче данных Внутренняя система теплоотведения имеется Здесь уже про камеры Опять подробно 2К 30 кадров в секунду Записывает действительно неплохо Я прям был удивлен Макрокамера тоже неплохо снимает Нет необходимости исправлять цветность Здесь различные функции Оптическая стабилизация Новейший алгоритм Air C-soft Фотографии лучше на 20% Режим панорама Красота Портрет Про Монохром Подводная камера В общем функций заявлено очень много И все функции эти действительно работают Давайте проверим Не обманул ли нас продавец Посмотрим Что нам пишет Аида Так Blackview BV8100 Память действительно соответствует Процессор MediaTek Helio G99 Восьмиядерный Графика Разрешение экрана соответствует Mali-G57 Частота 120 Гц И батарея 8800 мАч Через девайс инфо Также давайте посмотрим Что нам эта программка сообщит BV8100 Система Android 14 Процессор Совпадает Восьмиядерный Аккумулятор 8800 Кстати я его не заряжал И сейчас Чуть больше половины заряда А пришел он практически полностью заряженный Wi-Fi Здесь Стандарт 5 Двух диапазонный 5 ГГц поддерживается NFC Вот столько здесь Различных датчиков Очень много И проведем парочку тестов Экран Так смотрите Заливка равномерная Пикселей не видно Цвета яркие Цветопередача Хорошая Мультитач 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 На 10 касаний Ну и остальные Тесты Не вижу смысла проводить Все здесь работает Что касается экрана Экран здесь достаточно яркий В помещении яркости За глаза хватает И даже на улице При дневном освещении Все замечательно читается Авторегулировка яркости Присутствует Работает Как видите Адекватно Сенсор Работает плавно Четко Никаких зависаний Никаких лагов Я здесь Не заметил Вот такую приятную Картинку Показывает нам Смартфон Цвета Насыщенные Цветопередача Хорошая И пикселей Не видно Давайте заодно Послушаем Громкость динамика Послушаем Как он воспроизводит Звуки Для этого Найду музыку Без авторских прав Ну я бы сказал Что здесь Самый простенький Монодинамик Средние частоты Слышно Высокие немного Слышно А басов Практически нет Пробежимся По интерфейсу По настройкам Они здесь Я бы сказал Стандартные Для Android 14 Но здесь Поверх еще Установлена Оболочка Dock OS И есть Есть некоторые Свои фишечки Свайп Свайп сверху Стандартно Открывается Доступ К быстрым Настройкам И Уведомления Здесь же Присутствует Ярлык запуска Подводной Камеры Как и во многих Смартфонах Запускаем Все Сенсор не работает Управление идет Вот этими кнопочками Убавить громкость Меняет видео Либо фото Добавить громкость Непосредственно Уже фотографирует Либо запускает Видеозапись И кнопочку блокировки Экрана Блокирует экран Затем Разблокируем Все Камера Закрылась Меню Здесь в принципе Я бы сказал Стандартное Здесь несколько Ярлыков Объединено Есть Шагомер Давайте вот так Откроем Сразу все Безопасность Детский режим Присутствует Диктофон Игровой режим Здоровье Калькулятор Морозилка Некоторые приложения Можно заморозить Стандартный Я бы сказал Для брони Смартфонов Набор инструментов Различные Здесь инструменты Компас Замер высоты Транспортир Шумомер Рингтон Тревога Вот такой имеется Вспышка Сигнал тревоги Мерцание экрана Можно вообще Вот так вот Все вместе Включить Сразу Лупа Отвес Настенный уровень Зеркало Дальше Найти устройство Настройки Обои В одно касание Нажимаем Все Обои В одно касание Поменялись Сейчас совсем другие Обои Найти устройство Помощник Рабочее пространство Режим фокусировки FM радио Ну и в принципе Здесь Все Зайдем В настройки Начнем По порядку Настройки Wi-Fi Здесь Все стандартно Bluetooth Android Auto Присутствует SIM карта Дополнительные Настройки Здесь NFC Трансляция Печать Ну я буду вот так Листать Вы в принципе Можете сами Смотреть Что-то интересное Буду озвучивать Экран Адаптивная Яркость Работает Отлично Темная Тема Конечно же Имеется Вот такая Ночная Подсветка Включаем Ночную Подсветку Экран Становится Таким Желтоватым Размер Шрифта Масштаб Изображения Блокировка Ориентации То есть Автоповорот Время Отключения Экрана Можно настроить Оптимизацию Цветовой Температуры Стандарт Яркий Профессиональный Я обычно Ставлю Яркий Заставка Заблокированный Экран Запись Экрана Светодиод Да Кстати Что мне понравилось Есть здесь Светодиод Уведомлений Вот здесь Маленький Светодиодик Моргает Во время Зарядки Смотрите Он Светится Красным Когда Зарядится Зеленым Низкий Заряд Мигает Красным И непрочитанные Сообщения Светодиод Горит Синим Если Были Пропущены Звонки Или Сообщения Ну давайте Я вам Продемонстрирую Вот Подключил Смартфон К заряднику И пожалуйста Вот такой Индикатор Уведомлений Я знаю Что многим Его не хватает Так вот Здесь В этом Смартфоне Индикатор Присутствует Режим Чтения Имеется Включаем И все Становится Черно-белым Включить Отображение Значков Уведомлений В строке Отображение Скорости Интернета В реальном Времени Активация Вертикальном О положении Плавный Экран Здесь уже Идет Настройка Герцовки Смарт Это автоматический Смартфон Будет Подстраиваться Когда Например Что-то Листаете Что-то Смотрите Будет 120 Герц Когда Ничего Не делаете Герцовка Будет Понижаться Высокий Постоянно 120 Герц Будет 90 Герц И 60 Герц Давайте Оставим Высокий Обои И персонализация Здесь Множество Различных Обоев Можно Под себя Настраивать Даже Изменять Ярлычки Изменять Их форму Быстрые действия Здесь Можно Настроить Ярлык Который Будет Отображаться На заблокированном Экране Звук И вибрация Понятно Здесь Настройки Полностью По звуку И по Вибрации Жесты Здесь Настройка Жестов Снимок Экрана Камера Виртуальные Клавиши Навигация Жестами И смотрите Навигацию Жестами Отключаем Пожалуйста Для кого-то Возможно Привычнее Тремя кнопочками Управлять Здесь же Находится Настройка Умной кнопочки Как обычно Можно настроить На одиночное нажатие На двойное На длительное нажатие И выбрать Здесь уже Открытие Какого-либо Приложения Либо Какого-либо Действия Вот Приложение Можно запустить Либо выбрать Действие Стандартно Стоит двойное нажатие Включение Фонарика Давайте проверим Два раза Нажимаем Открывается Ярлык Фонарика Но вот здесь Мне не очень понравилось Как реализовано Два раза нажали Открылся Ярлык И надо Либо тапнуть Вот на этот значок Либо опять Кнопочку нажать Включается Фонарик Выключаем Выходим Проверяем Два раза Включился Еще раз Включился И На заблокированном экране Вот что Больше всего Не понравилось Запустить фонарик Таким образом Не получится Нажимаем Два раза Ничего не происходит Надо экран Обязательно Разблокировать И только тогда Можно будет Запустить Фонарик Для проверки Вот этого Мощного фонарика Приехали В гараж Здесь Можно создать Полную Полную Темноту И сейчас Мы посмотрим Насколько Яркий Здесь Фонарик Я его ночью Уже проверял На улице И остался Им доволен Но в полной Темноте Еще его Включать Не пробовал Для начала Давайте Проверим Вот этот Фонарик То есть Вспышка Стандартная Вспышка На смартфоне Выключаем Свет Сынок Так Здесь Получается Обыкновенный Фонарик Вспышка Как и На всех Смартфонах Гараж До конца Не пробивает Так Отойду Начало Вот Так Получается Светит Ну а Теперь Этот Фонарик Выключаем И Включаем Супер Мощный Фонарик Хобана Сынок Как тебе Классно Вы только Посмотрите Длина Гаража У меня Где-то 12-13 Метров До Самого Конца Пробивает Вот Такой Вот он Яркий Вот Такой Пучок Вот Асланы Видно Фонарик Здесь Действительно Мощный И Классный Ну Сравнится С таким Я бы Сказал Простеньким Карманным Фонариком Ну Классно Классно Придумали Я лично Фонарики Люблю Часто Они мне Пригождаются И вот То что В смартфоне Есть такой Фонарик Я считаю Это Очень Очень Здорово Отключаем Полная Темнота Включаем И Все Замечательно Видно Вот так Куда-то В лес Поехали Отдыхать Или на Рыбалочку Ночью Что-то Надо Поискать Фонарик Включили И пожалуйста Все Замечательно Будет Видно Быстрое Включение Камеры И умное Окно Появляется Вот здесь Сбоку Вот такое Умное Окошечко То есть Быстрый Доступ Приложение И уведомления Назначен Назначенные Номера При этом Когда Будет Начинаться Запись Звонка Собеседник Об этом Никак Не узнает А Сами Записи Будут Храниться В приложении Диктофон Функция Очистки Динамика И интеллектуальное Сканирование Безопасность Здесь Можно Настроить Разблокировку Экрана По паролю По отпечатку И Фейс Контроль Сканер Отпечатка Пальца Отрабатывает Просто Отлично Вот Прислоняю Хоп Тут же Срабатывает Хоп Тут же Срабатывает Другой Палец Пожалуйста Вибрирует И Не Срабатывает Все Вот теперь Просит ввести Пароль И Фейс Контроль Тоже Замечательно Работает Вот Наклонюсь Хоп Разблокировался Хоп Разблокировался Проверяем Закрываем Датчик Камеру Точнее Открываем Разблокировался Закрыли Открываю Разблокировался Здесь У меня Вопросов Вообще Никаких Нет Что Фейс Контроль Что Сканер Отпечатка Пальца Отрабатывает Отлично Так Обновление Системы Безопасности Давайте Посмотрим Может быть Появилось Какое-то Обновление Обновление Нет Google Защита Обновление Системы Через Google Play Тоже Посмотрим Вот Доступно Новое Обновление Ну я его Позже Скачаю Конфиденциальность Местоположение Безопасность И экстренные Батарея Батарея 65% За два дня То есть Я потратил Всего Около 25% Хранилище Понятно Здесь Настройка Внутренней памяти Смотрим Сколько памяти Занято Сколько Свободно Специальные Возможности Просто Пролесну Покажу Что имеется Цифровое Благополучие И родительский Контроль Конечно же Есть Пароли И аккаунты Google Система Системные Настройки И есть Даже Экспериментальная Функция Вырез На экране Смотрите Можно Вот этот Вырез Камеры Спрятать Хоп И вырез Теперь у нас Спрятан При этом Значки Остались Вот таким Образом Наверху И можно Даже Настройку Выреза Отдельно Для каждого Приложения Настроить В каком Приложении Будет Вырез Закрываться В каком Не будет И о телефоне Здесь мы видим Вот она Оболочка Докуэс 4.0 Название Устройства Объем Памяти Процессор Оперативная Память Сейчас у меня Расширена На максимум То есть 8 плюс 16 гигабайт 24 гигабайта Что касается Игр на смартфоне Я вообще в игры Не играю Но парочку Игр установил Просто чтобы вам Показать Как смартфон Тянет Так скажем Простенькую Игрушку И игрушку Посерьезней Я уже не раз Тестировал Бронесмартфоны С таким же Точно железом Helio G99 И скажу так Даже Самые Такие Высокотребовательные К железу Игры Смартфон На средних Настройках Без проблем Потянет Ну это я Например имею ввиду Genshin Impact На средних Настройках Все будет Хорошо Смартфон Тянуть Давайте еще раз Запустим Я сразу же Практически Врезался Экран большой И Опять врезался И рука Не устает Потому что Смартфон Не такой тяжелый 360 грамм Для брони Смартфона Я бы сказал Не такой большой вес Давайте запустим Игрушку посерьезнее Need for speed Здесь графика Серьезная Скорость Достаточно быстрая И просто хочу вам Показать Что даже на большой скорости Никаких подергиваний Никаких лагов Никаких зависаний Не происходит Даем газку Хороший старт И погнали Ага У меня задача Не поцарапать автомобиль Но я конечно же Его поцарапаю Nitro Вот смотрите Nitro Экран не дергается Зависаний Лагов Никаких нету Обязательно Обязательно Я все сшибу Ну повторюсь Я не игроман Ай-яй-яй-яй Ну даже Эту миссию Похоже Я Завалю Еще раз Nitro Время вышло Завалил Скажу так Если захочется На таком смартфоне Поиграть В игры То можно будет Это без проблем Сделать По камере Обычно В броне смартфоны Ставят Так скажем Самые простенькие Камеры Третьего эшелона Назовем их так Ну вот В этом смартфоне Мне качество фото И качество видео Понравилось Сейчас вы сами В принципе Примеры увидите И напишите В комментариях Как вам Фото и видео Сделанные на смартфон Blackview BV8100 Здесь Давайте пробежимся По интерфейсу Есть Ночной вид 06 1x 2x Сверху Вот такие Настроечки имеются Здесь Google объектив Можно включить Выбрать Соотношение Сторон Понятно Таймер настроить И вот такие Дополнительные Настройки имеются 50 мегапикселей Отдельный режим Вынесен Также сверху Имеются настройки Здесь Настройка вспышки Еще появилась Вот такие Настройки Здесь Почему-то В 50 мегапикселей Нет настройки Водяной знак То есть Водяной знак На 50 мегапикселей Не поставить Настройки Видео 06 1x 2x И до 10x Зум Сверху Настройки Вспышки Можно выбрать HD Full HD 30 кадров в секунду Full HD 60 кадров в секунду И 2К 30 кадров в секунду При этом Есть режим Макияжа И вот такие Дополнительные Настройки Еще имеются Режим Фото Просто фото Здесь Опять Получается Google объектив Настройка вспышки HDR Выключен Авто И включен Соотношение сторон Также можно настроить Таймер И вот такие Дополнительные Настройки имеются Вот здесь Водяной знак Опять присутствует Режим А ну конечно же Здесь есть Зум Широкоугольник И зум 2x Максимум До 10x Режим Красота Имеется Также с дополнительными Настройками И дополнительно Здесь Ручной режим Макро режим Монохром Портрет И панорама Ну а сейчас Посмотрите Примеры фото И примеры Видео С данного Смартфона Редактор субтитров Редактор субтитров Проверка Проверка Качества Видеозаписи Защищенного Смартфона Blackview BV8100 Снимаю Прямо с руки Шагаю Оптическая Стабилизация По идее Должна работать Сейчас стоит Качество Full HD 60 кадров В секунду Приехали С сыночком На маленькую Речушку Куда мы Обычно Приезжаем Записывать Видео Про защищенные Смартфоны Проверим Обязательно Подводную Съемку Кто-то В этот раз Тут был Костер Разводил И даже За собой Хулиганы Мусор Не выкинули Ну как Так можно Вроде бы Качество Записи Неплохое А теперь 2К 30 кадров В секунду Скорее всего Также Записываю С руки Оптическая Стабилизация Вроде бы Как работает Мы С Асланом Быстро Быстро Тут Двигаемся Бегаем Потому что Комары Летают Пытаются Нас Укусить Ну и Здесь Качество Видеозаписи По крайней мере На экране Смартфона Вроде Как Неплохое Фронтальная Камера Full HD Скорее всего Тоже 30 кадров В секунду Как и в 2К И Стабилизации Здесь Мне кажется Нету Потому что Картинка Вот я шагаю Картинка Заметно Трясется Ну а Качество Видеозаписи Вроде бы Неплохое Друзья Чуть не забыл Показать Как снимает Ширик Видео Это Получается Full HD И наверное 30 кадров В секунду Вот такое Широкоугольное Видео Получается Проверим Как работает Фокус Есть 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 Фокус Срабатывает Очень Очень Быстро Так У нас Дождик Потихоньку Начинается Да И Зум Сейчас стоит 2К Разрешение Зум Здесь Максимум 10х Конечно же Цифровой Не оптический Картинка Вся Посыпалась Вот Лошадки Гуляют Убираем Зум Пример Записи Видео Практически В ночное Время Суток Время 23 часа Full HD 60 кадров В секунду Шагаю Стабилизация По идее Должна работать Все то же самое Но уже 2К 2К Конечно Вытягивает Лучше Свет Добавился А то Картинка Совсем Темная Была 2К Если не Ошибаюсь 30 кадров В секунду Да Картинка Заметно Лучше Хоть Что то Видно В кадре Пройдусь И Фронтальная Камера Здесь По всей Видимости Стабилизации Нету Шагаю Но Что то Вытягивает Камера Не Совсем Темная Картинка И Конечно Поскольку Смартфон По полной Защищен И И И И И И И Подводная Камера Я Как Обычно Потестировал Под водой Позаписывал В видео Не понимаю Почему Другие Блогеры Этого Не Делают Я Считаю Что Если Функция Есть Надо Ее Тестировать Ну И Конечно Проверим Камеру Подводной Фото Видеосъемки Для Этого Запускаем Подводную Камеру Все Сенсорные Кнопочки Не работают Сенок Подойди Поближе Сенсор Не работает Управление Идет Вот Этими Кнопочками Добавить Громкость Делает Снимок Либо Запускает Видео Убавить Громкость Меняет На Видео Либо На Фото И Кнопка Блокировки Экрана Из этой Камеры Поставили Видео Все Видео Запустили Видео Идет И Аккуратненько Опускаем Смартфон Подводу Вода Немного Мутная Но Я надеюсь Хоть Что-то Видно Да Будет Воду Кто-то Бутылку Умутрился Выкинуть Интересно У нас Видео Смартфон И Вода Очень Очень Смартфон Так Съемка Продолжается Добавить Громкость Выключили Нажимаем Кнопку Блокировки Экрана Еще раз Нажимаем Все Лицо Распознал И тут же Разблокировался Смотрите Все Работает После Такой Съемки Рекомендую Обязательно Все Отверстия Отверстия Динамика Хорошенько Продуть Ну и Конечно же Смартфон Тряпочкой Протереть И Как видите Друзья Подводная Камера Также Отлично Работает Ну я Надеюсь Качество Видеозаписи Получилось Хорошее Посмотрю Его Уже На Компьютере И сейчас Специально Записываю Видео На Blackview Чтобы Посмотреть Работает Ли микрофон Конечно Первые Минут 15-20 Возможно Микрофон Будет плохо Звук Записывать Динамик Сейчас Также Забит Воспроизводил Видео Динамик Маленько Хрипит Надо Просто Чтобы Микрофон И динамик Немного Просохли Вот Такой Вот Интересный Смартфон Получился У компании Blackview И Что Я считаю Здорово Так это То Что Здесь Сделали Вот Такой Мощный Фонарик Поскольку Бронесмартфоны Обычно Покупают Те Кто Любит Ходить В походы На рыбалку На охоту Как правило В лесу Такие люди Любят Ночевать Я считаю Что В смартфоне Фонарик Для Бронесмартфона Вещь Очень Полезная Конечно Такой Смартфон Подойдет Не каждому Не каждый Согласится Вот такой Вот Кирпичик Я бы сказал Таскать В кармане Но Своего Покупателя Этот Смартфон Я уверен Найдет Пишите Своё мнение О таком Смартфончике В комментарии Напоминаю Ссылочка На него В описании Под видео Переходите Читайте Отзывы И при желании Заказывайте А если Это видео Вам было Интересным И полезным Не забывайте Ставить Палец вверх Подписывайтесь На канал Впереди Много интересного Всем удачи Будьте здоровы Всем Пока Пока Субтитры